Сегодня в Свердловском Академическом Театре Музыкальной Комедии в Екатеринбурге состоялось прощание с народным артистом России, бывшим главным режиссером этого театра Кириллом Стрежневым. Режиссер умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Свердловской музыкомедии Стрежнев отдал 35 лет, большую часть своей жизни. Для целого поколения театралов Кирилл Стрежнев стал эталонами даже синонимом музыкальной режиссуры. При нем театр. Первым в стране среди других, считавшихся до этого несерьезным жанром, театров оперет и музыкальных комедий получил звание Академического. При нем Свердловский муском был достоин 16 золотых масок, в том числе двух личных стрежневских за режиссуру. Коренной петербуржец, родившийся и воспитывающийся в актерской семье, Стрежнев в далеком 1986 году приехал на Урал, чтобы провести здесь всю оставшуюся жизнь. Впрочем, руководство Свердловским театром не мешало ему ставить спектакли и в других городах, и даже в странах. Приняв театр из рук Владимира Курочкина, Стрежнев до конца своих дней оставался верен творческой стратегии своего предшественника. Две трети спектаклей, появлявшихся на сцене Свердловской мускомедии, были либо российскими, либо мировыми премьерами. При Стрежневе Екатеринбург стали называть лабораторией российского мюзикла, а этот сценический жанр стал популярен задолго до громких проектов в Москве. Одновременно с руководством театра Стрежнев принял из рук Курочкиной кафедру артистов музыкального театра в Екатеринбургском государственном театральном институте, и сегодня его ученики уже сами передают секреты профессии в театральных вузах, в том числе и в Москве. В отличие от многих театральных руководителей, считающих своим долгом, что называется, умереть на сцене, Кирилл Стрежнев, осознавая тяжесть своей болезни, еще при жизни уступил художественное руководство театром своему последователю Филиппу Розенкову. Розенков стал всего лишь пятым за почти 90-летнюю историю Свердловской мускомедии главным режиссером этого театра и уже успел поставить три своих спектакля. Так что прощавшиеся сегодня с ушедшим мастерами его коллеги-ученики благодарили его и за те вершины, на которые он вывел провинциальную труппу, и за то, что дал театру огромный задел в будущем не снижать планку, оставаясь любимым театром как для Екатеринбургцев, так и всех театралов, знакомых с его творчеством.